Общественное бытие и общественное сознание Ну, то, что такое общественное сознание, вообще-то, не представляет больших трудностей понять Общественное сознание – это отражение общественного бытия в головах людей Причем под общественным сознанием имеется в виду не только отражение в головах идущих, живущих ныне, но и вообще Если хочу, у меня лекция сейчас Я перезвоню после лекции Вот То есть общественное сознание – это отражение в головах людей общественного бытия и всей жизни, так сказать, общества Общественного бытия и всей жизни общества Но Когда мы говорим об отражении в головах людей Мы имеем в виду отражение не только в головах ныне живущих А и, так сказать, имеется в виду вся духовная культура, которая отражает бытие Вся духовная культура В том числе и письменная, и в том числе это и скульптуры, это и живопись и так далее То есть я думаю, что в отношении общественного сознания, что это такое, каких-то трудностей не возникнет А вот что такое общественное бытие, нам надо этим заняться У вас какой-нибудь экономический курс был или не был? Был Экономика Экономика была Ну вот, хорошо, сейчас проверим Значит, что такое общественное бытие? Общественное бытие – это производство непосредственной жизни Производство непосредственной жизни Вот так можно коротко определить Производство непосредственной жизни Раз так сформулировано, что производство непосредственной жизни Здесь видна связь этой категории вообще с природой Потому что производство непосредственной жизни никак не может быть Вне связи с природой И это вот зависимость от природы и связь с природой Здесь вот в этой категории проявляет себя наиболее ярко Общественное бытие, производство непосредственной жизни А что значит производство непосредственной жизни? Это, во-первых, производство людей Люди, как животные, обладающие сознанием Такие животные, которые являются трудящимися, общественными, говорящими и разумными Тем не менее, они составляют часть природы И поэтому первое, что нужно сказать, когда речь идет о производстве жизни Это производство людей То есть производство и воспитание людей Которые продолжают и обеспечивают жизнь человечеству Потому что человечество, оно по своей природе бесконечно и вечно Каждый человек конечен и не вечен И тем самым, вот таким образом, образуется связь Через воспроизводство людей И второе Как вы можете воспроизводить людей? Для того, чтобы они могли существовать, как биологические существа Они должны А. Значит, иметь средства к жизни То есть иметь пищу, одежду и кровь над головой То есть необходимо производить материальные блага Необходимо производить материальные блага И вот эти два вида производства Вот представляют два момента единого понятия Общественного бытия Это производство людей И производство материальных благ для существования людей И получается тогда у нас Производство непосредственной жизни Вот так, так сказать, в этом себя проявляет. Есть замечательная работа Энгельса, которая называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Замечательная она по двум причинам. Во-первых, она очень талантливо написана, очень блестяще написана, очень ярко. Во-вторых, она даёт как раз развитие этой проблемы, как происходило. Производство непосредственной жизни, как оно влияло на всё остальное. Причём охватывается период с первобытнообщенного коммунизма до капитализма. И это вот такой коротенькой книжечки, поэтому это особо важно для студентов. А автор был бы гениальный, и книжка была бы краткая. Так что это удовлетворяет этим требованиям, я вам очень её рекомендую. Вот в этой книге Энгельс показывает, что если на первых шагах, на первом этапе развития человечества определяющим было производство людей, отсюда и определяющими были кровно-родственные отношения, кровно-родственные отношениями. То на втором этапе, на первое место, постепенно стало выходить производство материальных благ. А вместе с производством материальных благ на определяющее место стали выходить уже производственные отношения, а не отношения по производству людей. Поэтому вы в сегодняшнем мире можете увидеть кровно-родственные отношения, достаточно широко распространены, и они влияют на всё. Например, вот скажем, если вы возьмёте феодализм, вы знаете, что главный принцип преемственности власти феодальной был по принципу наследственности. Да? Родства. Вот если у вас папа король, то, возможно, вы будете король, скорее всего. Если у вас кто-нибудь на вас не нападёт. Именно поэтому иногда нападали на детей королей, чтобы, так сказать, решить проблему власти по-другому. Вот. И, ну, поскольку вопрос воспроизводства связан с деградацией, если это будут только родственники, и родственники будут жениться на родственниках, это приведёт к полной вырождению этой династической линии. Поэтому принято было, чтобы царственные особы или королевские особы женились, или выходили замуж, да, соответственно, представителей других царственных стран и народов, но тоже царственных или королевских особ. Вот если вы возьмёте поэтому историю царской династии в России, династии Романах, вы увидите, что там русской крови совсем почти нет. Совсем почти нет. Тут в Петровские времена, можно сказать, что это ещё русские люди были на царском троне, а дальше, ну, какая-то доля оставалась этой крови, но это уже совсем ничтожное. Тем не менее, тем не менее, вот эти царские особи, они изначально к этому готовились, поэтому все, так сказать, те, кто у нас сидели на троне в России, учили русский язык, входили в русскую культуру, а некоторые представители вот этих, этой царской фамилии, такие как, например, Екатерина II, сделали колоссально много для развития именно России и русской культуры. И об этом вот свидетельствуют памятники Екатерине, которые вы можете видеть на Невском, и внизу, там стоит около неё трона, это и и воины, и художники, и писатели, и поэты. И во времена Екатерины Россия очень сильно продвинулась в своём развитии. И в этом смысле она как бы продолжила эту линию, которая тут такая проявляла себя при Петре. как только закончилась эпоха феодализма, казалось бы, этих кронородственных отношений и нет, потому что они на уровне государственного, там, где речь идёт о парламентах, президентах, министрах и так далее, там почти не просматривается такой линии. То есть, по крайней мере, и формально, и юридически, если нет запрета, то, по крайней мере, даже и без всякого запрета там этой линии практически нет. Хотя у нас было одно время, что два муж и жена были министрами в одном правительстве. Сейчас этого нет. Хотя мы знаем, что есть такое понятие, как клановость. В некоторых республиках, в некоторых государствах есть отдельные кланы, кланы – это как раз группировки, которые связаны с родственными отношениями, и они довольно мощными являются. В той же самой Теченской, допустим, республике, в Дагестане. Мы можем взять не только Россию, а можем взять и другие страны. И в них вы проследите, что ровно родственные отношения и в наше время в политике играют немалую роль. Но если вы возьмете экономику, то здесь выясняется, что если в политике вас оценивают по тому, как вы выступаете, что вы делаете, как вы защищаете интересы того или иного класса и так далее, то как только заходит речь об экономической части, то в экономической сфере богатство передается кому? государству, тем, кто может хорошо управлять предприятиями, тем, кто будет развивать экономику или просто детям. Детям. То есть, если вы финансовый король, то, соответственно, ваше королевство финансовое перейдет в собственность детей. Ну и, как водится, у нас вообще по правилам наследства есть наследники первой линии это кто такие? Это супруг и дети, а второй линии уже там другие родственники. А первой линии это супруг и дети. Супруг супруг и дети. Если ребенок один, допустим, он совершенно не способен к организации экономической жизни, он способен только прокутить то, что собрал, как говорится, его отец, но вот, тем не менее, к нему переходит это наследство. И в некоторых государствах приняты меры на Западе вот такого рода, что налог на наследство может составлять порядка 90%. То есть, вы, пожалуйста, получили наследство, вот 90% налога уплатите с этого наследства и дальше можете разбазаривать эти 10% как хотите. Куда хотите, уезжайте, отдыхайте, гуляйте, загорайте. потому что, как показывает практика, очень редко когда дети очень крупных организаторов производства, организаторов экономики, они являются такими же крупными организаторами производства экономики, потому что социальные качества по наследству не передаются. Вот такая картина. Тем не менее, мы можем сказать, что нас сплошь и рядом кругом окружают эти вот кровнородственные отношения в сфере экономики. А это почему так? А потому что у него папа. И все. А это почему так? А потому что у него мама. И вроде бы, а поскольку от экономики зависит политика, то это оказывает влияние и на всю политику. Безусловно. На все другие сферы. Безусловно. Вот, скажем, у нас очень активно выступает Ирина Прохорова, она политический деятель, но это сестра миллиардера Долларова Прохорова. Поэтому если бы она не была его сестру, я думаю, что ее выступления не были бы столь частыми и не имели бы такого звучания на политическом горизонте. Поэтому я на этом остановился специально для того, чтобы мы не забывали, что речь идет о производстве непосредственной жизни, когда речь идет о бытие. и что касается производства людей, это нельзя сбрасывать со счетов. Это не просто вообще пропало, это продолжает действовать вообще на ход общественной жизни, влиять на все. Но на первое место уже с момента создания рабовладения, вот на это первое место, а момент создания рабовладения связан не с тем, что люди вздумали, что надо повергнутых врагов обращать в рабство, не с этим. Это связано с сугубо экономическими причинами. Если производительность труда такова, что вы можете произвести продукцию только на одного человека и прокормить себя, то вот мы с вами воевали, мы представители разного племени, и вы меня победили. Можете меня обратить в раба? Какой смысл вам обращать меня в раба? Если я буду кормить только самого себя, вас не прокормлю. А если вы будете меня кормить пленных, скажем, не брали, вот вы меня будете брать в плен, потому что вы гуманистка. Вы из другого племени, но гуманистка вы меня взяли в плен и умерли, потому что вы можете прокормить только одного человека, то есть меня. А сами вы умерли с болду. Поэтому для такого времени характерны определенные отношения детей и родителей. Родители, вы их любите, они вас любят. Перенесемся на время в те времена. И вот они стали уже пристарелыми, а вы, у вас есть своя семья, родились дети, а прокормить может один человек только вот себя и своих детей, и все. И молодая семья может прокормить либо родителей, либо детей. Как это противоречие разрешалось? Родители говорили вам до свидания и уходили в горы. И там мы умирали. Сами содержать они себя не могут, но никаких пенсионных систем там просто не могло быть по той простой причине, что это предполагает наличие дополнительных материальных благ, а их нет. Это был первобытно общинный коммунизм. При первобытно общинном коммунизме человечество прожило 90 тысяч лет. Примерно. 90 тысяч лет. Поэтому дальнейшая история, когда были разные виды эксплуатации, разные формы общества, она в этом смысле достаточно маленький отрезок истории вообще составляет человеческой. Ну вот это было то время, когда наконец производительность труда стала такой, что можно было прокормиться одной семьей. и можно было сделать так, чтобы один человек мог прогормить других. Вот тогда, если вы победили меня и взяли в плен, то вы, как победившая сторона, можете меня убить. Какой вам резон меня убивать, когда я буду работать, и вам а вы можете не работать, заниматься другим делом. появилось только тогда появилось рабовладение, когда производительность труда позволила производить больше, чем это нужно для воспроизводства одного человека или одной семьи. как только такая возможность появилась, могло появиться то, что потом стало называться рабовладением. То есть, рабовладение на определенной экономической основе появилось, а не на том, что решили вдруг кого-то взять в рабство. и скажем, то, что не брали в плен, это объясняется не зверством тех людей, а потому, что как его брать в плен? Надо же кормить плен. Поэтому вот пока не было соответствующих экономических предпосылок такого явления, как взятие в плен просто быть не могло. Значит, почему плен не воспринимался как еда? Почему не воспринимался? Почему можно его восприниматься как еда? Это было и съедали, и родители съедали, тоже еда хорошая, чем пропадать родителям, съели их и все. Это вы сейчас стали хорошими, так сказать. Я и не знаю, как вы себя поведете, когда вам нечего будет есть. И я не знаю, как я поведу сюда, когда приду, вот у меня есть невкусно, а у вас может быть вкусно. кто моложе, вкуснее с точки зрения этих самых людоедов. людоеды, да, кстати, вы знаете, кто так, как зовут, вот у двух людоедов родился сынок и съел родителей. Как его теперь называть? Сирота. Нет. Можно, это так, да, это принимается ответ. Но, как вот категориально как его называть? Вот у двух людоедов родился сын и съел родителей. Как его называть? Ну, что такое? А? Ну, если родители люди, это и он людоед. Ну, как же людоед? Людоед это человек, который съел людей, а этот человек съел людоедов. Ну, ну, что за люди? Как вы этой категории меня не владеть? Людоеда ед. Что тут непонятного? может, он если только людоеда, поищу и людей. Может, может, не надо себя оправдывать. Не ответили на вопрос. Людоеда ед он. Сознаете родителям. Вечером сегодня. Скажут, вот чем вы занимаетесь в университете. Все понятно нам. А то я занимаюсь, я занимаюсь, я готовлюсь, я готовлюсь. Вот, оказывается, чем вы занимаетесь. Так, значит, самый главный вывод, который надо сделать, что на первое место, на известном этапе развития производительных сил, производительных сил, то есть, вышло производство материальных благ. Но для того, чтобы нам вот этот вывод упрощить, нам нужно знать, что такое производительные силы. И все необходимые экономические категории, если вы их и знаете, и вспомните, еще раз повторить, и взять на вооружение. Потому, что они нам нужны не для экономики, а для того, чтобы объяснять ход движения истории, в том числе и все общественное развитие. Значит, что такое производительные силы, кто знает? Вот, у вас была экономика? Что, у вас экономика была без производительных сил? с ними. так что это производительные силы? Сейчас скажет, что у меня, спрашивайте, растения. Не отвечу. Это ресурсы. Ну, что это такое? С помощью которых создаются материальные воды. наполовину правильно. Наполовину правильно. Почему наполовину? Потому, что главная производительная сила это человек, рабочий, трудящийся. Это с помощью? Кто с помощью? Господь Бог, что ли, с помощью создают? Так не получается тогда. Вот, главная производительная сила это рабочий, трудящийся. А рабочим называется тот человек, который непосредственно производит материальные блага. Непосредственно. То есть, между ним и продуктом никого нет у другого человека. Вот, если я вам говорю, вот мы тут трое стоим и смотрим, как вы один не можете выкопать канал. Уже два часа мы стоим, ждем, а вы все никак не можете выкопать. Мы кто такие? Ну, научные консультанты, скажем так. А вы непосредственная производительная сила. Интеллектуальный труд воздействует на все. Но непосредственной производительной силой не является. Здесь ключевое слово непосредственное. Вот, по этому поводу в науке имеется много спекуляций. Даже люди, когда цитируют Маркса по этому поводу, тоже спекулируют очень часто. Например, у Маркса есть такое высказывание. Наука становится непосредственной производительной силой. Некоторые так и трактуют, что теперь непосредственно наука создает продукты материальные. Ну, например, сейчас вот я рот открою, помимо тех слов, которые я говорю, у меня изо рта сейчас будут, поскольку я все-таки принадлежу к науке, я доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права, сейчас вот подбегайте, сейчас из меня изо рта будут вылетать жареные рябчики. Вам остается только их брать и потреблять. Хотя, значит, вот в этой выдержке, которую очень часто вы можете ее встретить, цитируют, цитата правильная, только начало обрезано, там в начале говорится, что воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. То есть, смысл прямо противоположный. То есть, когда наука уже вошла в плоть и кровь, то есть, она превратилась в железо, в машины, оборудование, поскольку, что такое производство сейчас? Это технологическое применение науки. Можно так сказать? Технологическое применение науки. То есть, не наука как наука, а наука, которая воплотилась уже в соответствующие орудия и средства производства. Так вот, то, с помощью чего главная производительная сила производит материальные блага, называется средствами производства. Это вот ваш ответ правильный. Поэтому, я думаю, что если бы половину мы с вами пополам ответили правильно, вы половину, я половину, то вам, по-моему, можно этим гордиться, по крайней мере, не считать, что я, дескать, такой-то не ответил. Скажут, что вы хотите, что я вообще за вас выступал тут, лекции читал. Это уже чрезмерно, правда же, Сревбор? Вот, поэтому средства производства, это надо понимать тоже категориально. Что такое средство? Средство от слова средний, это средний член, это то, что вы ставите между собой, если вы производитель материальных благ, и природой. Вот эта середина, этот средний член, это средство среднее, с помощью которого, то есть, вы берете из природы какой-то элемент, может быть, очеловеченный элемент, то есть, вы его обстругали, обтесали, как первое орудие, вот вы эту очеловечную природу используете, а может быть, просто предмет природы, палку, и используете его как средство производства, как средство труда, как средство труда, или как средство производства. есть такой анекдот про экономистов и обезьяну банановые растения знаете что это не дерево видели банан в россии большие листья красивые но это не дерево это как бы трава и на нем спелые их бананы подводит обезьяну она увидела и показывает наверх она увидела и пытается начать трясти это растение чтобы стряхнуть его на ничего не получается и и глазом показывает глазами так вот в углу голову палка стоит обезьяна идет палкой успевает чистит бананы есть все хорошо подводит экономиста поскольку я кандидат экономических наук и профессор пока все экономики права считайте что это самокритика то есть это не в чей адрес это в мой подводит экономиста он как увидел банан начал трясти ему говорят думай и так показывает угол где стоит палка он когда думать трясти надо и год сам мы должны немножко больше разбираться чем тот экономист которым идет речь этом вопросе значит средства труда мы разобрали значит производительные силы имеет две составных части главная производительная сила это рабочие трудящиеся и средства производства или средства труда и средства производства теперь что они совершают какой процесс с помощью этого средства надо разобраться что такое труд и что такое производство раз вы признались честно что вы изучали экономику я и спрошу вас вот молодой человек труд скажите что такое и мы узнаем знаете ли вы экономику если будете доказывать что если вы не знаете что такое трудно знаете что такое экономика то это будет неубедительно правильно логично что-то вы загрустили чем я вас обидел таким ну труд без труда говорят не вытащишь рыбку из пруда так как-то от труд от трудов праведных не наживешь шоколад палат каменных много таскать они заверплены даже в поговорках что такое труд а процесс созидания материального блага ну вполне однотворительное определение процесс созидания материального благ но этот как бы ну товарищи ученые несколько покрасивее это дело обрисовали например маркс так или вот обмен веществ меры человеком природой в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей это как бы раскрытие того что вы сказали верно совершенно не про я чит того что вы сказали вы это кратко поняли и так и надо это удерживать а то что я сказал надо понимать что у вас некоторые в памяти должны быть формулировки краткие но они могут разворачиваться а если просто все вот кусками запоминать туда невозможно запомнить поэтому это совершенно нормально то есть труд это это создание материальных благ а более конкретно это записывается так что труд это я бы еще сказал не просто создание материального целесообразные деятельность по создание материальный блок чтобы ставить и сначала цель они так вотophers создаете они что получится ничто получится вы сначала наверно обдумываете ставите цель и вот целесообразная деятельность по создания материально блага является трудом а маркс influencer говорится что это обмен веществ меру человеком природой в ходе которого человека приспособляет вещество природы удовлетворения своих потребностей. Ну вот теперь мы знаем, что такое труд. Теперь то, что вы обрабатываете в ходе с помощью труда своего в этом процессе, это предмет труда. А те орудия, которые используются, это средства труда. Правильно? Вот и все. А главной предварительной силой является рабочий, трудящийся. Но есть еще понятие производства. Раз ушу экономику изучали, то я думаю, это не будет с моей стороны неправильным попросить вас сформулировать, а что такое производство. Не могли бы вы сказать, что такое производство? Производство? Да. Создание каких-то благ. А уже это было, это труд. Вы украли этого товарища. Заплатите ему деньги теперь? Не, не буду. Не будете платить? Значит, вы украли, и еще не хотите платить. Это два уже у вас прегрешения. Ужасно. Кошмар. Ну, тогда производство это... Если трудят создание благ, то может производство это как способ осуществления. Способ чего? Осуществление. Ну, как бы... Способ чего? Осуществление. Осуществление чего? Осуществление благ – это их потребление. Поэтому... Например, если я скушал булочку, я произвожу себя. Правильно? Можно сказать, что то, что является в одном смысле производством, в другом смысле оно является потреблением. Но способствует производству благ? Скажите, что такое производство, и мы узнаем, способствует или нет. Вы же нам не говорите, скрываете это, что такое производство. Причем нам уже выдали, что вы изучали экономику, вы должны знать, что такое производство. ну все будьте добры скажите чего нас спрашиваете я это мы не изучали вы нам лучше расскажите вы изучали я думаю я вам буду рассказывать хочу у нас это знаете как один на самолете летит и его объявляет по радио значит что вот пролетаем баден-баден да он говорит ну все вы повторите два раза мы не лохи сидит там бизнес-классе гражданин ну так и здесь я боюсь я вам скажу чтобы придется сказать еще вы нам объясняете мы не лохи мы мы изучали же экономику хотя у нас принято там скажем науку логики изучать не по гегелю экономику изучать не по марксу и так далее то есть читать принято что читать не гениальные произведения а хорошие скажем так а что значит хороший то есть вы гениальные произведения какие-то успеете прочесть за свою жизнь гениальные то вы их попробуйте перечислить гениальные еще все вот по ораторскому искусству что будете читать параторскому искусству сколько ты можешь ничего не знать а кто знает с урону надо прочитать три трактата об ораторском искусстве будете от просчете меня придете благодарить я гарантирую вам то что я вам сказал уже не знали он сказал значит нас двоих надо благодарить я же вопрос поставил ну банкет значит будет у нас на троих вы угощаете мы участвуем вставайте в столовой перерыв как раз раз закончим лекцию следующий раз и пойдете во первых значит во первых это замечательное произведение с точки зрения литературный там читали да не читали замечать настолько яркий интересный образный язык и сама манера и отложения такая уважительные гораздо более уважительно и даже чем у нас с вами отношения нам мы еще до этого не дошли как там вот и это я вам расскажите мне пожалуйста ответ на вопрос скажет не могли бы вы поскольку вы известны как известный оратор все знают ваше прекрасное выступление не могли бы и вы какое-нибудь слово сказать на том предмете который стал предметом нашего интереса вы конечно будете сейчас отказываться на вас очень все просим действительно мы просим ее чтобы она об этом рассказал ну и так далее таскать вот во первых это очень интересно с точки зрения так как люди обращаются друг с другом раз во вторых там ну самый хороший рецепт того как как стать оратором ну как научиться ораторскому искусству тем не менее у кого надо учиться ораторскому искусству у тех кто обладает даром оратора или у тех кто не обладает посмотрите вот книжки по ораторскому искусству этих ораторов знаете они хоть какие-нибудь ораторами выступали сколько книжек откройте там по ораторскому искусству ни один из них оратором не является чего вы хотите от них узнать я вижу и вы тоже теоретик ораторского искусства вы теоретик того чего надо почитать какие они могут быть теоретики теоретиками и вот теории это как раз состоит в том что надо брать книги тех авторов и к того времени когда ораторское искусство было главным когда от него зависело все вот сейчас от ораторского искусства все зависит нет не все вот если у вас нет телевидения бы какой угодно вы оратор никто вас не услышит и ораторствуйте я хотите вот видите закажите себе пикет и ораторствуйте там один а вот если речь идет о том времени еще закона было не так много и средств усиления влияния отдельных людей тоже не так много идите на форум и вы там выступаете от того как вы выступите будет зависеть решение любого вопроса правильно том числе и жизнь или смерть будет зависеть от того как вы выступите это время безвоспратно пашу прошло поэтому пик такой который был этот пик вот отраженного цисерона а после этого уже нету и не будет поэтому ничего подобного больше не сможете получить никто написать никакой теоретик может потом рассуждать на эту тему только и всего у с из рона вы узнаете что вот если вы начинаете какую-то речь все надо и начать вот вы пришли сидит зал это хорошо это поздороваться и то приятно а еще с чего начать а речь чего начнете не додумаетесь до этого чего тоска за все знают а начать надо коррецессором с чего-то несущественного вот я это проверял вот скажем я приходилось выступать в доме политпросвещения сидит полторы тысячи человек ну ты приходишь они там своим делом занимается это не группа там где я всех вижу вы меня видите тут мы просто вам у нас тут другая можно сказать домашняя обстановка вот сидит огромный зал или там под две тысячи до кирова вы никто и вас не собирается слушать вот вы пришли чем что-то рот открываете а никто вас не слушает надо начать с того что не относится к делу сессором советует вот я начну вам рассказывать какую окошку вчера видела тема у меня бытие и сознание и вот один другого начинает толкать слушай ведь он там имели и так они постепенно значит раз 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 и друг за счет зал затихать вот надо на это второе начало а тут я начинайте по существу теперь начать надо сильного и со слабого чего-то не раз кто-то будет вас слушать он как услышала слабакой пойдет снова разговаривать нас на высокого сильного начать всем потом на это второе начало я имею ввиду чтобы потом завладеть вниманием зала и когда он уже так сказать вот начну слушать можете слабые аргументы засунуть середину а некоторые вот так все хорошо и рассказывает а в конце потом и ручеев превратился в пи ушел в песок все то есть надо иметь хороший конец заранее заготовить экспромт только экспромт это вот то что в голову пришло все удивились и захлопали ну когда у вас на голову пришло вечером должна у вас накануне или за два дня до этого прийти а вы уже знаете чем вы за вы не знаете как там будет идти но чем вы закончите вы должны знать это относится ко всему и к тому как вы курсовую работу будете представлять и дипломную работу и так далее ну чем мы должны закончить тем что понравится сидят и гимнационной комиссии им скучно а вы тут пришли или веры как вы будет слушать поставят вас тройку поставят а работа хорошая так надо работать и представить свои так ну это остального сезерона найдете пожалуйста три трактата об ораторском искусстве замечательных не вы если но я это вас вы сами потом оценить и если согласитесь с тем что я сказал то вот за вами банкет на троих нашей столовой все слышали будет посмотрим посмотрим как а если вы при искали я читала дрянь какая-то не будет туда не тогда с меня банкет ну в короче я банкетного гарантирован а в крайнем случае мы на него свалим потому что он вылез вот это своей идеей но тут уже назревает три банкета так что так прекрасно процесс создание благ это труд так клемок и тут tribes с у нас тут чего это не хватает тут не хватает конечно если есть производство то она связано с трудом правда а может быть такое производство есть а труда нет не может быть вот сейчас скрыть вы ranca сейчас идет производство зерна. Пшеница сейчас идет в производство? Ну, да. Да, где? Где идет производство пшеницы? Там, где тепло. Почему там, где тепло? На Северном Кавказе. Почему на Северном Кавказе? Хорошо. Производство ржи сейчас у нас здесь, под Ленинградом, идет или нет? Идет. Идет. Ну, в чем это выражается? Ну, в работе. В какой работе? Кто работает там? В завод. Какой завод? Это сельское хозяйство. Производство ржи. Какой завод? О чем вы говорите? Ну, точно с вас банкет надо требовать. Как не открутитесь теперь. Производство какой-то завод. Ржи, ржешь. Где производят? На полях его производят? Или нет? Но потом же собирают. Не надо потом. Нам сейчас, я спрашиваю, сейчас идет производство ржи на полях или нет? Да, я поняла, что вы имеете в виду. Здесь труд не нужен, поскольку это происходит само по себе природы. Вы про это говорите? Про это? А почему я не должен про это говорить? А я вам говорю, что не должен быть. Ну, так я говорю. Я спрашиваю, производство идет? А у меня еще ответ идет. Но так оно не всегда связано. Производство, как называется это рожь, производство которой идет? Сейчас. Как называется это производство? Да, как нет, как рожь это называется, производство которой сейчас идет. Кто скажет, поможет? Товарищи крестьяне. Природная блага. Аркадий, не говори красиво. Это не про вас. Это так просто. Это дикое, может. А? Дикое, может. Да какая дикое это? Это называется озимая рожь. Озимая. А, точно. Регионы ветвые. Вы не знаете что-то? Озимь. Знаете, что такое? А. Вот еще эта задача такая. Человек еще должен научиться у себя из головы вытаскивать то, что надо. Я же не утверждаю, что у вас этого нет в голове. Ну, вообще-то... Вообще-то есть у вас в голове. Ну, да. Но надо еще из своей головы. Вот в чем задача систематизации? Почему это очень важно изучать науку логики Гигеля? Если вы хотите научиться из головы доставать то, что у вас там есть. Потому что иначе можно иметь, знаете, как вот... Представляете себе, какой-то барахол, когда там все есть и ничего не найти. А вот желательно, чтобы там была система. У вас, когда вы прочитаете науку логики, у вас система будет... Ну, будут такие места пустые. Какие-то полки ничем не заполнены. Еще не ясно и так далее. А сейчас вроде как много всего накидано. Но вот я спрашиваю вас. Простой вопрос. Идет сейчас... Растет ли сейчас рожь под Ленинградом? Растет. Какая? А зимой? Что тут такого? Когда зимой сеют? Когда посеяна она была? Рожь? Рожь. А зимой? А зимой рожь. Когда была посеяна? Ну, вы же знаете уже теперь. Теперь вы же скажите теперь. Зимой. Зимой? Сеют, а зимой рожь? Осенью. Ну, конечно, осенью. В каком месяце-то? В октябре. Вот, молодец. Видите, все знает человек. А почему раньше пытали тех, кто... И пока не начнешь... А почему пытливые люди были? Знаете, они начнут пытать, и тогда все выдает. А сейчас нам не разрешают... Вот я должен допрашивать вас, а пытать нам не разрешают. А потому что вы сразу бы сказали, признались, что в октябре сажают, а зимой рожь. А так вот... Вот вы говорите то, что все знания нужно систематизировать. И то, что как бы тогда все будет в голове. Но согласно Фрейду мы часто вытесняем какие-то воспоминания... Это кто вы такие перечислите? Это список, пожалуйста, мне. Кто это вы, согласно Фрейду? Мы люди. Вы о всех говорите? Меня тут только не зачисляйте. Почему вы никогда ничего не забываете? А? Вы никогда ничего не забываете? А я без всякого Фрейда забываю. Зачем мне Фрейд для того, чтобы забыть? Для того, чтобы забыть, мне никакой помощи не надо. Мне для того, чтобы вспомнить, надо помощь. Я даже знаю, как вспоминать. Рассказать? Давайте. А вот если сейчас надо, во-первых, напрячься, попытаться вспоминать. Вспоминать, вспоминать, вспоминать. А потом раз, перестать вспоминать и подумать о другом. И всплывет. Очень часто бывает. А если не переключитесь на другой, не всплывет. И будете все туда точно пытаться, пытаться. И Фрейд тут совсем ни при чем. Не надо его оттаскать туда. К месту, ни к месту. Ну так он ни при чем тут. Причем? Абсолютно ни при чем. Причем. Ну какое имя отношение к этому Фрейду? Обычно человек что-то забывает. Это связано либо с тем, что он что-то вытеснял? Либо это ему вызывает неизвестность. Поэтому забывает неизвестность. Не надо накручивать. Человек забывает. Это естественное средство, свойство памяти. У вас на первом плане не может быть все. Если вы что-то сейчас делаете другое. Вот сейчас. Сейчас вот мы с вами занимаемся философией. Значит у вас другие предметы. Не на первом плане. Не налицо. Не непосредственно. Мы сейчас занимаемся чем? Непосредственно. Значит остальное ушло у вас куда-то вглубь памяти. И наоборот. Сейчас будет другой предмет. То, что мы о чем говорили сейчас. И что у нас было очень живо в сознании. Оно уйдет куда-то. А если вы хотите, чтобы у вас в памяти было. То надо брать и записывать. А вы этого не делаете. А вот там записывают. А вот все великие люди записывали. Знаете почему? Вот когда вы записываете. Что происходит? У вас. Без всякого фрейда. Происходит следующее. Вы. 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 Ваша голова дает команду руке вот это записать. То есть для этого вот эта мысль, которую, скажем, я здесь излагаю, она у вас не просто вы ее потребляете. Она уже ваша мысль. Она уже у вас в голове. И вы даете команду своей руке ее записать. Я уже все-то не нужен. Все. Вы от меня уже освободились. А вы от меня не освободились. Потому что вы не записали. Как только вы записали, вы уже от меня освободились. Я пропал, так сказать, исчез. Я не нужен для вашей головы. Поэтому все великие люди писали. Обязательно. Или набирали. Это не имеет значения. Вы набираете. Все равно командовать будете набрать. Может быть, вы там набирали что-то как раз на компьютере. Пока я говорил. Вот этот. Или вся на телефоне. Это не имеет значения, каким образом. Но важно, чтобы ваш мозг, не мой мозг, вам дал команду. Ну что? Ну человек задержался немножко. Что вы смотрите за? И смотрит так с осуждением. Он просто посмотрит. Да. Мы сейчас спросим ее, что такое производство. Она ответит. Если она ответит, то она вообще... Вы будете все посроблены. Вот скажите этим людям, что такое производство. Если выяснится, что они зря здесь сидели. Можно было позже прийти и сказать, что такое производство. Это создание материальных благ. Это труд, детка. Да. Это труд, детка. Все. Все. Не получили вы индульгенцию. Идем дальше. Вот. Сейчас мы ей зададим еще один наводящий вопрос. Пусть она... А вот скажите, пожалуйста, сейчас производство зерна идет? На полях Ленинградской области? Все уже знают тут. Одна вы не знаете. Ну, думаю, что да. Готовят же поляк. А? Готовят же поляк посеву, наверное. Что значит готовят посеву? Я спрашиваю. Производство идет зерна? Да. Труд же есть. Значит, производство есть. Труд есть сейчас на полях? Ну да. Да вы чего? Поля же... Поля готовят. Вы что? Сейчас зимой готовят? Да. Сейчас не зима. Да. И как вы себе представляете, как готовят поля? Ну, я не знаю, но просто... Вот и видно, что вы не знаете. Ну, хорошо. Нет, я просто себе так это представляю, что... Вот. Видите как вот. Вот. Мы уже знаем, а она не знает. На самом деле, я просто, живя в Псковской области, жила вот у... Ну, вы в Псковской области слышали такое понятие о зиме? Да. Но. Когда их сеют о зиме? В каком месяце? А, перед зимой. Перед зимой. Ну вот. Озим называется еще. Ля зимы. Перед зимой. И они сейчас растут или нет? Чего вы нам рассказываете про подготовку, а про зимы не рассказываете? Ну, я не подумала про зиму. Вот. Не подумали. А почему не подумали? Значит, растут о зиме? Растут. А зимы дают больше урожая, чем яровые? Да. А яровые кто знает? Что такое? Это которые сажают... Которые не на зиму, а на зиму. Не сажают, а сеют. Зерно не сажают. Сажают капусту, картошку, морковку. А зерновые сеют. И поэтому сейлки, а не сажалки у них. А сажают корнеплоды. Ну, раз вы из Псковской области, что вы так рассуждаете? У нас тут есть люди из Псковской области, у нас в резерве, если что. Хорошо. Да. Ну вот. Значит, почему больше урожай озимых, чем о яровых? А яровые когда сеют? Ну, что вы меня с огранными вопросами... Я, чтобы вас не ругать за опоздание. Я думаю, вы с пониманием отнесетесь. Я не могу делать дело. А я поэтому и не ругаю вас, а наоборот, хвалю даже. Это очень важное дело. Я тоже когда был студентом, сдавал. Ну, так. А когда сеют яровые, ну, я думаю, что весной. Правильно. Ну, вот видите, а вы говорите, я вас ругаю. Как я ругаю, когда вас хвалю? Вот вы озимые знаете, что их сеют перед зимой. Весной сеют яровые. И почему озимые тогда имеют больше урожай? Подумайте. Ну, что под снегом просто дольше растут? Вот. Под снегом дольше растут, закаляются, укрепляются, корневая система расширяется. Они же растут сейчас? Растут. И потом под снегом, это же там какая температура под снегом у них? Снег же выкрывает, укрывает озимые. Вот беда, когда снега мало. Но когда снег мало, снега мало, бывает прогалины. И если эти прогалины большие, то вымерзают тогда озимые, и тогда приходится туда подсевать яровые весной. Вот тогда приходится на эти поля, вот куски эти засевать, чтобы потом вместе убрать. И когда убирать можно? Почему получается, что озимые дают больше урожая? Да потому что вы с этими сейлками для посева яровых выйдете только поздней весной, когда уже там можно пройти тракторами. Там же грязь будет, все это мокрое, влажное. Нельзя посеять. Надо еще ждать, когда прогреется земля. Вы зерна в мертвую землю бросите, они не взойдут. А зимы и растут, и растут. Они как раз всю влагу, которую дает весна, они все забирают себе. То есть, они там сидели, ждали. Как только солнышко стало припекать, вот сейчас, и пошло. И пошло. Во всю сейчас идет рост. Сейчас именно рост идет. Производство идет? Да. Труд? Да не идет, там нету никого труда. Растут все и растут. Труд был, когда их сеяли. Так, значит, вы не только что сказали, что производство труд? Нет, я только что вам сказал, что вы говорите про создание, это вот труд. Когда просто создание. А сейчас вот труд не идет. Тут это же деятельность людей. Люди сейчас ничего не делают. Ничего не делают. А растет, ну и хорошо, пусть растет. Все плохого. Солнце ведь участвует в процессе производства? Участвует. Земля участвует? Участвует. Силы природы, дождь, участвует? Влага нужна, необходима. Элементы. Земля участвует и участвует. Так что в производстве много всяких факторов, которые участвуют в производстве. Поэтому нам нужно отдельно решить, что называется производством. Может быть, тогда это переход некого капитала в товар? Что-нибудь такое? Чтобы производство было и без капитала, и без товара. Прекрасно обходилось. Может, процесс закономерного воспроизведения материального был? Зачем нам закономерного? Закономерного, а если не закономерного, то все равно нет воспроизведения. Что значит закономерного? Непонятно. Вот, пожалуйста. Процесс под действием природы. Процесс под действием природы. Ну, вот я хочу на этом остановиться пока. На том, что мы с вами поняли, что это, так сказать, не такая простая задача производства. И не надо путать с трудом. Потому что труд и у Робинзона, может быть, которые приплыли на остров вместе с Пятницей, да, и начали чай-то палкой говырять, там земли что-то посадили, и у них выросло что-то, и стали собирать, сбивать, прокормились. А вот производство – это более сложная категория. А поскольку нас уже предупредили некоторые товарищи на последних партах, что мы экономим уже… То я рассчитывал, что вы скажете, ну, сейчас вот это характерно для преподавания, так сказать, экономики сегодня. Преэкономику преподают, а основные определения не дают, и что это такое. Но это, кстати, не только преподавание экономики. Я наблюдаю вообще такую тенденцию, что вам дают вот твой текст, прочитайте, изложите. Ну, и когда изложение научились писать? В каком классе? Во втором. В втором. Кто в шестом, кто в четвертом. Изложение написать. То есть, я вот вам даю задание. Вот, прочитайте эту книгу и расскажите мне. Это что такое? Да это я вас унижаю. Правильно? Почему? Потому что вот если вы принесли сюда аттестат зрелости. О чем он говорит? Что уж изложение-то вы можете делать. Зачем я в УЗИ буду вас спрашивать, можете ли вы изложить какую-то книжку или концепцию. Там Фрейда вы мне изложите. Хотите там еще кого-нибудь. То есть, изложение каких-то концепций. Ну, вот если вы в свой взгляд на эту концепцию, критический анализ дадите. Это я понимаю. Это серьезно. Вот сейчас я для третьего курса веду уже третий год. Курс Маркс-Энгельс немецкой идеологии. Анализ классических тех. Надо проанализировать. Не то, что сказали Маркс-Энгельс, а как вы на это смотрите с точки зрения того, какой это роли. Насколько это убедительно или неубедительно. Аргументированно или неубедительно. Доказательно или недоказательно. Современно и несовременно. Актуально и неактуально. И так далее. Вот так и в отношении этого момента. Если бы вы сразу сказали, что такое производство, сказал, ну, пошли дальше. Ну, какой смысл бежать дальше, если мы не сформулировали, что это такое? Вот я сейчас вам дам формулировку и остановлюсь на всех составных частях этой формулировки, чтобы не было какого-то слова, которое мы не знаем. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы. в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот сейчас я начну вас допрашивать. То есть, по каждому слову. Каждое слово мы должны понимать, правильно? Иначе мы не понимаем определение. Процесс. Кто скажет, что такое? Что? Действие. А? Действие. Действие? Совокупность действий, действие. Еще какие варианты? Последовательные действия. А если не последовательные действия, то это не процесс? Или явление. Или явление. Протекающие события. Протекающие события. Вот вы ближе всех к этому, к правильному ответу подошли. То есть, это изменение во времени. Если это изменение во времени, то это процесс. А если вы от времени как бы абстрагируетесь, просто акцент делаете на изменение. Помните, мы говорили там, становление. По тебе приходит ничто, ничто, ничто. По тебе нам не важен этот вопрос. Во времени. А вот изменение во времени – это процесс. То есть, процесс – это изменение во времени. Как только пошла речь о времени, об изменении во времени, значит, это процесс. Понятно, да? Так, раз. Процесс присвоения. Что такое присвоение? Что бы вас такое присвоить, чтобы вам было понятно? Можно вас что-нибудь присвоить? Это когда ты что-нибудь не свое делаешь своим. Вот. Ну, смотрите, я беру ваше не свое. Что у вас? Вот телефон. Он точно не мой, да? Я беру и делаю своим. А что значит? Сейчас я присвоил или не присвоил? Не знаю. Вот тут есть много… Вот тут это не такой простой вопрос. Вот надо разобраться, что такое присвоение. Потому что некоторые считают, что присвоение – это вот обладание. Владение. Вот сейчас я владею им? Нет, уже нет. Вот уж владею-то я точно. Смотрите, сейчас она вот как… Да, потому что все что угодно может с ним сейчас сделать. Ну, значит, вот это… Вот я… Кольца своим. Нет, пользу я не могу, подождите. Вот. Потому что вот сейчас я, вот фактически я им владею. Вот надо понимать, что такое владение. Владение – это физическое господство над вещью. Потому что не вы сейчас над ней господствуете. Вот сейчас я форточку открою, раз туда он полетит. А вы потом будете ректору писать, что сумасшедший преподаватель. Но это будет потом. А вот сейчас я фактически господствую над вещью вашей. Поэтому владение – это фактическое господство над вещью. Пользование. Пользование – это я, если звонить буду. Правильно? То есть, пользуюсь, влекать буду из этого принятия. Это пользование. Теперь есть еще распоряжение. Вот кто им вообще должен распоряжаться? Я могу распоряжаться этим? Что? Да я же вас попросил, можно я вас возьму? Вы распоряжаетесь-то, вы распоряжаетесь, не я. Это я вот и владею, могу сейчас позвонить, раз вы мне дали. Но вы распоряжаетесь, распоряжение обязательно. Значит, владение, пользование, распоряжение. Все эти три момента существуют. Так. И последний остался. Если мы говорим о присвоении. Должно быть это общественно закреплено, если вот я это присвоил. Вот я присвоил, а все скажут, что это не мое, а ваше. Присвоил я или нет? Нет. Поэтому я сейчас, давайте мы договоримся со всеми. Вот она опоздала. Давайте все вы скажете и напишите, что это мой телефон. А пусть она одна ходит и доказывает, что это ее. Вы что, отобрали ее телефон? Я ничего не отобрал. Я просто обратился к народу, народ весь сказал, что это мой телефон. То есть, я-то думал, что это не мой. А потом, как глянул, это же мой. Это же мой. И все говорят, мой, ваш, ваш, ваш. Ну, если я с ними договорюсь. Но они пока... Вообще у вас какая-то солидарность такая мешает вообще захватывать. Вот, товарищ, наконец он нашелся. Вот он. Один честный человек нашелся во всей группе. Экзамен автоматом. Да. Да, мы не забудем это. Вот. Вот. То есть, для того, чтобы это присвоить, нужно общественное закрепление. Правильно? Общественное закрепление обязательно. Если этого общественного закрепления нет, не произошло в присвоении. А присвоение определяется как превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот такая красивая формулировка. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Я возвращаю вам К тому, кто распоряжается телефоном Вы же распоряжаетесь Я его подержал и отдаю И вы превращаете его снова В процесс своей жизнедеятельности То есть можете распоряжаться Им дать подержать кому-то Даже посмотреть на него И так далее И это общественным образом закреплено Превращение в процесс своей жизнедеятельности То есть я Я по нему говорю Я превратил его в процесс своей жизнедеятельности Правильно? А если вы, то вы. А если вот вы идете по магазину, в универсал, видите батон? Вы взяли батон, откусили и пошли дальше. Это что? Это превращение его в процесс своих жизнедеятельностей. Сначала присвоение, потом усвоение. Если к вам будут приставать на выходе, сказать, что у меня практические занятия по философии, отстаньте от меня. И все. Народ там обалдеет. Не будут связываться. Сказать, что ты, наверное, лучше не трогайся. Это студентов. Не оберешься потом. Что будет? Но это будет присвоение? Будет. А бандиты так и присваивают. Они подходят, говорят, молодой человек. Втроем подходят. Ну зачем вам это? Это же старая модель. Ну старая. Правда, это она не нужна. Не хотите вы еще немножко нам приплатить? А я не начну рассказывать. А вы знаете, что такое присвоение? Они как задумываются, и вас приубежают. Да, да, давайте еще денежки свои. И пока не можете рассказать нам, что такое присвоение. А мы пока это рассвоем по карманам. Мы с удовольствием послушаем. Мы любим философию. Но нам приятнее слушать, когда это будет у нас уже в карманах и так далее. Так. Понятно. Присвоение. Значит, производство, есть процесс. Присвоение предметов природы. То есть, надо предметы природы, которые не ваши, сделать вашими. Правильно? Вот это присвоение. Девственная природа, которая входит в состав. Так сказать, вот просто выскажите, вот у нас какие-то есть полезные ископаемые и так далее. Вы не знаете, сколько у нас есть полезных ископаемых. Потому что мы оперируем с открытыми полезными ископаемыми. Это называется национальным богатством. А вот то, что в недрах и мы не знаем, оно не присвоено и не является. То есть, дай, давай, она считается собственностью природы? У природы нет собственности. Она просто принадлежит природе и все природы. В Антарктиде есть собственность? Нету там собственности, нету. И у людей нету, у людей нету собственности на Антарктиду. Земля в Антарктиде не является предметом, а объектом собственности. Но это нам надо еще разобраться, что такое собственность. Мы разберемся. Раз уж мы взялись разбираться с экономическими проблемами, мы разберемся. Так. Процесс присвоения предметов природы. С предметами природы все понятно. В рамках определенной формы общества. Забегая вперед, хочу сказать, что... И вы, наверное, знаете. Другое дело, что мы отдельно потом будем изучать это уже на следующих занятиях. Вопрос о том, какие бывают формы общества. Ну, вы и так знаете, что бывает первобытно-общинный коммунизм, бывает рабовладение, бывает феодализм, бывает капитализм, бывает коммунизм, высший из капитализма. Ну, всякое производство, раз оно общественно закрепляется, то оно предполагает какую-то форму общества. Значит, в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот, например, производство вина идет... Когда его залили в дубовые бочки, это вино, оно идет, производство вина? Идет. А труд идет в это время? Нет. Не идет. Поэтому мы не должны вот так буквально отразделять труд и производство. Теперь вот вопрос, который вы подняли о собственности. Тоже очень важный. Вот, что такое собственность? Вот, тут как бы два плана есть в этом определении. Кажется, что это отношение человека к вещи. Да? Вот, если это ваше... У вас есть отношение к этой вещи? Это ваша вещь? Ваша, да? Ну, вы это воспользуйтесь своим отношением. Пусть она к вам прибежит. А пока она пусть у меня полежит. У вас есть к ней отношение? Ну, и позовите ее, пусть она... Собачка, например, Ретлин. Вы скажете, шарик, уходи от него, иди ко мне. И шарик прибежит. Вы скажите этому шарику, что он к вам прибежал. Шарик не бежит. Ну, а я спокойно сбежал. А вот я и сказал шарику, шарик, иди сюда. И шарик пошел ко мне. Технологии еще дойдут. Сделают колесики или ножки. А? И технологии еще дойдут до этого. Да. Но они уже дошли. Например, у нас лаборантка, где я работал на кафедре экономики и права, ВПК. Она все время ключи теряла. Я ей подарил брелок. А брелок такой. Вот надо посвистеть так. И он там начинает. Идешь туда и вытаскиваешь его. Где он там лежит? Брелок и на нем ключи. Сколько народу ходит и ищет. Вот что-то перестали продавать. Ну, такая, видимо, пусть поищут что ли. Специально сделали. А так, такие хорошие брелки. Вам нужно найти только посвистеть. И там откликается. Ну, он и не откликается. Даже если ему посвистеть. Ножки потом приделайте. Ну, хотя бы хоть бы отпустил. Он откликнется. Даже если я его положу. А он сразу у меня засвистит. Сказать, ловите его. Он там свистит у него. Но его можно, между прочим, каждый телефон, можно установить координаты. То есть, я убежал, утащил. А вы, значит, в соответствующие службы обратились. За соответствующие деньги вам определят координаты его. И настигнут этого преступника. Да, на улице там, где угодно. Вот. Даже выключенный. Потому что он даже выключенный ловит. Между прочим. Потому что это что такое? Это радиостанция. А радиостанцию можно запеленговать. Она находится в постоянном контакте с соответствующим оборудованием. Поэтому называется сотовая связь. И только на коротких волнах действует. Почему и соты делаются? Потому что она, если бы она на длинных волнах, она могла бы землю, так сказать, эта волна огибать. И можно было бы слышать. А тут короткие волны. И вот до ближайшей, так сказать, вышки от вышки к следующей вышке и так далее. И так можете куда угодно звонить. Но тогда нужно иметь вот такое количество вышек. Или спутник. Потому что стандартный спутник позволяет вам сразу накрыть огромную территорию. По прямой. Туда напрямую. Или с него еще на другой спутник. И несколько стандартных спутников позволяет вам звонить в любую точку земного шара. Используя короткие волны. Телефоны используют короткие волны. Это не телефон, это радиостанция. Приемник-передача. Правильно? Значит, что такое собственность? Значит, отношение. Это мало сказать, что отношение ваше к вещи. Правильно? Значит, тут чего-то не хватает. А вот определение собственности такое. Отношение субъекта. Субъектом может быть кто угодно. Отдельный человек, группа людей. Это будет коллективная собственность. Общество в целом. Это общественная собственность. Отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. И вот если мы говорили, когда о производстве, там последняя фраза «как к своим», она так явно не звучала. Потому что там, дескать, вот вы распоряжаетесь, пользуетесь. Но это потому что общество вам позволяет. А мне общество не позволяет распоряжаться вашим. А вот тут, если нет общественного закрепления, то это еще не собственность. А что это будет? Вот будет владение. Вот для того, чтобы это стало моей собственностью, надо, чтобы обязательно общество признало земель. Согласилось с тем, что это мое. Если общество не согласилось, что для этого нужно делать? Ну вот представьте себе, как появилась земельная собственность в Соединенных Штатах Америки. Приехали колонисты. Куда они приехали? В Прерии. Огородили участок. Зайдешь на мой участок? Все. Кто зайдет на мой участок, дострелю. Соответствующие средства имеются. Мы постепенно привыкли, что на мой участок не надо заходить. Это раз получилось общественное закрепление. Соответственно, на ваш участок, если я зайду, вы тоже достаете сразу. Средство убеждения. И так постепенно владение участками превратилось во что? В собственность. А пользование состоит просто в том, чтобы там скопать, посадить. Это пользование. Владение состоит в том, чтобы фактически господствовать. А вот если вы хотите превратить в собственность, надо, чтобы это было общественно закреплено. Вот у нас сейчас в праве присутствует большая глупость, которую написали люди, не понимающие экономики. Они, наверное, не слушали ваш курс по экономике. Что собственность возникает с момента регистрации. Слышали? Вот на собственность, на объекты недвижимости возникает с момента регистрации. Раньше считалось и имело место. И не было поэтому таких коллизий, как сейчас. Что если вы это своим трудом сделали сами, то значит собственность возникает либо в результате вашего труда, либо в результате приобретения. На то, что вы получили своим трудом. На те доходы, которые вы получили за счет своего труда. И поэтому от государства требовало что сделать? Констатировать факт. Что вот скажем, если состоялась какая-то сделка между нами, вы потом пришли в проектное инвестиционное бюро и вам поставили штамп. Что на основании этой сделки это ваша собственность. Что государство знает, что это ваше. И все. Потому что все такое регистрация. Регистрация – это констатация факта. А сейчас? А сейчас вот дольщики им объяснили, что вы как бы соинвесторы. Дайте мне эти деньги. Мы будем строить с вами пятиэтажный дом. У вас там будут трехкомнатные квартиры. Каждая квартира будет стоить 30 миллионов. Давайте мне денежки. Я их соберу. И что? Дальше что будет? А дальше? Раз написано, что собственность возникает с момента регистрации. Деньги у кого? У меня. У вас денег нету. Вот уже построили дом. Вот я подумал, а зачем я буду вам эту квартиру отдавать? Я уже за 40 миллионов могу другому отдать. Логично. Я зачем эти строить дома? Чтобы вы жили в этих домах или чтобы денег у них было много? Ну, вы, наверное, понимаете для чего? Какая цель производства сегодня? Цель получения максимальной прибыли. А вы идите в суд, и если вы отсудите эту квартиру, тогда я вам отдам эти 10 миллионов, и не отсудите. Так и уйдет. Уже человек там жить будет. У детей у него уже будут. А вы будете, хотите, против детей, что ли, хотите пойти? Они будут плакать на суде. Мы их принесем грудных, чтобы закрепить мои 10 миллионов лишних. Собственность, на самом деле, должна была бы у тех быть, которые заплатили деньги. А она у того, кто взял эти деньги. И ничего не построил еще. И у него собственность, фактически. Фактически. Фактическое обладание у него. И он решает вообще, кому это все передать. И поэтому мы имеем такие вот явления, как гражданин Полонский. Собрался со своим приятелем. 6 миллиардов с москвичей. За квартиры. И отправился куда? В Камбоджу. А они остались ни с чем. В Камбодже, поскольку там тоже люди непростые, решили, что я такой богатый человек. Хотите, мы вас тут дадим, гражданство, все, давай миллион долларов. Ему это не понравилось. Он начал бузить, тогда они его заключили в тюрьму, а потом отдали Россию. Возможно, его судить будут. Но насчет перспектив получения денег, тех, которые ему вот так принесли, заплатили, никто ничего не написал хорошего. Или, вот я могу вам рассказать ситуацию, операцию, которая близко около меня прошла. Моя племянница, значит, в связи с тем, что родился ребенок, получила кредитные деньги, и решила купить телевизор. А у нас рядом, в горизонт, был такой хороший магазин, на 2-м Моринском проспекте. И там была такая акция, за 500 тысяч приносишь, когда тысячи были, сотни тысяч нам давали. Мы были миллионерами. Я 2 месяца был миллионером. С июля, август. 500 тысяч даешь, и за миллион... Нет, извините, 800 тысяч даешь, и за миллион 300 получаешь телевизор. Через 3 месяца. Очереди были, ночью стояли. Сдавали, сдавали деньги. Гражданин собрал эти 12 миллиардов, и отправился в теплые края, в теплые страны. Ну, а народ начал... Оказывается, мне... Моя мать родная, говорит, Миша, ты там не можешь зайти, там, рядом с тобой магазин? Я говорю, а что такое? Вот мы там, вот. Я говорю, а что, вы со мной бы посоветовались? Я бы вам отсоветовал. Студенник, плакали ваши денежки, и не думайте тебе передали. Ведь можно и не ходить. Могу вам сразу объяснить, что до свиданица. Все хорошо. Молодцы, помогли теловяку. Ну, тебе трудно зайти? Да нет, говорю, не трудно. Вот я зашел, там сидит гражданин. И совсем из другой уже организации, которая тебя арендует, это помещение. Все убежали, все. И первое время, чтобы там смягчить удар, выплачивать начали. Допустим, раз в две недели кому-то выплачивать. Давайте список составим всех. Вот. Хотите, чтобы вам платили? Ну, вы принесите там 5000, чтобы у вас включили в список. И будем вам потихонечку выплачивать. И вот арендная плата, вот новые фирмы, шла на это дело. Но чтобы отбить, так сказать, этот первый натиск. А потом эта фирма прекратила это делать. Говорит, мы никакого отношения к этому не имеем. Мы просто здесь арендуем. И вот, так сказать, возмущенному гражданину объясняет другой гражданин, который сидел с этой фирмой. Вот вы, говорит, человек грамотный? Вы грамотный. Ну, вы понимаете, что такое не может быть экономики, чтобы вот 800 вложить, а через три месяца получить миллион 300. Ну, понимаете, я говорю, понимаю. Вот видно, что вы грамотные. Ну, раз понимаете, значит, вы играли. То есть, это было не вложение там в производство, это была игра. Так вот, я вам сообщаю, что вы проиграли. Вот и все. Ну, в каждой игре кто-то играет, кто-то проигрывает. Все, проиграли. До свидания. Так что, представьте себе это применить, если эта вещь, которую, говорят, что собственность появляется с момента регистрации, вот вы батон купили, не кушайте его, пока не зарегистрируйте. Идите в ГБР и зарегистрируйте батон. Ну, это ахинея просто. Ну, вот это вот такое понимание позволяет отбирать огромные деньги. Потому что, вот если вы деньги сдали, у вас собственность есть на этот дом? Вы сдали, допустим, 30 миллионов на квартиру. Есть у вас, собственно? Нету, она после регистрации. А что такое регистрация? Что такое регистрация? Скажите, пожалуйста. Регистрация – это государственная констатация факта. Давайте законстатируем, что у вас денег нет теперь. А у меня они есть. Давайте это и констатируем. Поэтому, вообще говоря, вопрос о регистрации вашей будущей квартиры, он по весу в тумане. А вот кому будет она передана, эта квартира, и за какие деньги – это вопрос уже владения. А я владелец, фактически. И фактически так сложилось, что я распоряжаюсь этим, если я собирал эти средства удольщиков, так называемых. Поэтому вопрос о том, как понимать собственность, очень важный. И даже с точки зрения тех процессов, которые мы наблюдаем. Итак, собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. И кажется, что это отношение субъекта к вещи. На самом деле это не к вещи. Вот у вас есть на собственную голову есть собственность? Что смеетесь? Ничего смешного нет? Нет, наверное. Ответ правильный. А у вас? Что у меня на собственную? Собственность есть на голову у вас? На голову. Ну да. Ну вот. Вот видите, два человека. Один говорит, нет собственности у него на голову. У вас есть. Читайте начало определения. Собственность отношения к объективным условиям производства. Никогда не думал, что у вас голова – это объективные условия производства. Что вы ей делаете с головой? Копаете, кидаете. Вот футболисты могли бы считаться их головой, но там у них не производство. Труд – да. Вот такой в широком смысле. А? Нет. Я ж про голову говорю, а вы не про внутри головы. Весь ведро, а то, что в ведре молоко. Так это разные вещи. Я говорю про голову. Голова не является объективным условием. Она субъективные условия производства. Это непонятно, что ваша голова – это субъективные условия производства. Да если вы будете думать, так надо думать. А вы что, хотите ее превратить в объективные условия производства? Вы что, сгоди забиваете головой? Но есть люди, которые вот так отвечают. Потому что они не сразу подумали. Я же вам с подвохом задаю вопрос. Зачем с подвохом? Чтобы вы видели, что... Иначе это не запомнишь. Более того. Зачем категория собственности для того, чтобы присвоить то, что и так является моим? И так вот есть моя рука. Зачем мне еще категория? Вот если я попал в аварию, и валяется рука там. Встает вопрос, чья рука? Чья рука? Если мы вместе попали в аварию, и наши руки разбросаны. Это ваша рука или моя рука? И непонятно еще, какая рука. То есть вопрос о присвоении может возникнуть тогда, когда то, что присваивается природным образом, с вами не соединено. Вот я и демонстрирую, что оно с вами природным, оно скорее со мной природным соединено. Ну вот я же профессор, профессор больше подходит такой, чем вам. Но не совсем природный, поэтому я возвращаю. То, что природным образом мои для этого категория не знаю, и так ваша голова. Ваша голова и так ваша без собственности. Зачем вам собственность? Собственность, а вот доказывать, что вот это ваше, это очень тяжело. У вас еще есть чек, есть? Есть? Ну вот принесите, отдам. А на чеке нет фамилии. А? А на чеке нет фамилии, может отнимать. Тем более, давайте ей вашу ручку. Все, я забираю. И пошло. То есть вопрос о том, как доказать. Потом, вот я пришел в пиджаке. А вы скажете, так я вот по дороге только что снял с человека, одел. Смотрю, приличный пиджачок для занятий. Я не делал. Он что, у меня с роста что ли со мной? Ее уж можно снять. А можно надоедать. Как доказать, что это мой? То есть все объективные условия производства. Портфель. Вы у кого украли этот портфель, кстати? Скажите. Я не знаю, кому дальше помню. Он не помнит. Он даже на ходу воровал. На ходу. Даже не помнит, у кого схватил. То есть объективные условия производства, они нашими, не являются природным образом. Вот волосы у вас природным образом. А уже вот это вот, там клипсы или другие украшения, да? Они уже не могут являться природным образом. Они, между прочим, нападают, вырывают. Знаем, такие явления бывают. И присваивают. Бандиты. Да, да, да. Вот курточку-то на обратном пути. У меня будете проходить? Отдайте сюда. Она у нас методический материал. Вот это надо запомнить. Потому что вот это люди не понимают, которые разговаривают о собственности. Или вот есть такие вот... Вот нам плохо преподавали политэкономию. Придывали так. Собственность – это владение, пользу и распоряжение. А мы это все разобрали. Это моменты собственности. А что такое собственность? Собственность – это присвоение таких предметов, которые... Объективных условий производства, которые природным образом никак вашими не являются. Вот этот стол не является природным образом вашим, моим. Он в чьей собственности? В собственности? В чьей? Государственной. Государство его присвоило. Мы можем за ним сидеть, то есть пользоваться за этим столом. Но это не наша собственность. Собственность государственная. Понятно. Значит, мы этот вопрос о общественном бытии, мы еще доработаем в следующий раз. И в связи с новой проблемой, новой темой, которой мы будем рассматривать, это общественные экономические формации. Потому что тут мы проскочить не можем, мимо таких фундаментальных вещей, которыми нам приходится везде пользоваться. Вокруг них разворачивается, вокруг собственности, как вы понимаете, очень много конфликтов разворачивается. Очень много конфликтов. И вокруг владения, и вокруг пользования, и вокруг распоряжения, и вокруг собственности. Вот. Так что... Но если вы возьмете два вот этих определения, производство и собственность, вы увидите, как они близки. Поэтому вот у Маркса есть такое заключение, что действительными отношениями собственности являются производственные отношения. Вот они к вам приводят благо. Так складываются отношения, что они закрепляют за одними людьми какие-то блага, как их собственность, а за другими нет. То есть сам процесс производства является таким процессом общественным, который обеспечивает присвоение. Не объявление, что я собственник, и не выхватывание каких-то предметов, а процесс производства превращает и обеспечивает эту собственность. Вот если вы строили сами дом, это вот ваша и собственность, да? И люди видели, как вы строили, поэтому у вас идет процесс строительства и процесс присвоения одновременно. Правильно? А вот вдруг у кого-то есть дворец, а вы не видели, как он строил дом, и даже вы точно знаете, что он не строил дом, тогда вы можете сказать, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Тогда это вопрос о собственности. Это большой вопрос. Ну вот с этим вопросом мы и разойдемся. Спасибо. До следующего раза. Продолжение следует...